Здравствуйте, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Прогноз на следующую неделю, с 19 по 25 августа. Множество разных событий может нас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал, если случайно на него попали, и не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Мы начинаем! В понедельник полнолуния в знаке Зодиака Водолей в вашем третьем доме гороскопа. Во-первых, придут результаты, связанные с транспортом. Может быть, вы сейчас продаете автомобиль или хотите купить автомобиль. И примите решение, какой именно марки, сколько денег для этого нужно, сможете сейчас купить или нужно будет немного подождать. Пройдет какая-то ясность. Полнолуние дает ясность в вопросах. Третий дом отвечает еще и за обучение. Может быть, вы примете решение, что пора обучиться чему-то новому, новой профессии. Либо придут какие-то документы уже. Это могут быть дипломы, сертификаты, лицензии к тому же. Третий дом отвечает еще и за договора, за бумаги, за контракты. Может быть, вы примете решение подписать что-то в понедельник или в период полнолуния с 17 по 21 число. Но заранее предупреждаю, что сейчас ретроградный Меркурий до конца августа и подписывать что-то глобальное, где много-много цифр и большие суммы, все-таки не стоит. Лучше отложить покупку транспорта или подписание каких-то бумаг важных на сентябрь месяц. Но полнолуния может дать вам уже какие-то варианты покупок, варианты договоров, контрактов. То есть вы будете знать, что вы будете подписывать. Ну и третий дом гороскопа это еще и поездки, командировки, какие-то недалекие поездки. Это могут быть поездка за город, поездка в соседний поселок, в соседний район по каким-то определенным причинам. Поэтому здесь полнолуния тоже может привнести какой-то результат вашей поездки. Может быть вы едете с кем-то договориться о чем-то и результат будет именно тот, который вы ожидаете. Вторник и среда. Луна переходит в знак зодиака рыбы. Ваш четвертый дом гороскопа. А это дом, связанный с родителями, с мамой. Захочется поддержки со стороны родителей ощутить. Какую-то заботу, какую-то ласку. Просто вот доброе слово услышать от мамы или от папы вам захочется во вторник и в среду. Чувствительность у вас будет очень такая, знаете, оголенная, можно сказать, оголенный нерв в чувствительности. То есть любое слово, любое замечание со стороны мамы или отца для вас будут очень такие, знаете, сильные. Их комментарии могут сыграть какую-то роль в вашей жизни во вторник или в среду. Проявляются таланты, когда луна в знаке зодиака рыбы. Вы можете как-то неосознанно проявить свои способности, к примеру. Сделать работу лучше, чем остальные. Причем вы не будете это замечать, дорогие стрельцы. Четвертый дом отвечает за недвижимость. Поэтому какие-то вопросы, связанные с недвижимостью, какие-то вопросы, связанные с арендой жилья, с переездами, в принципе, вы сможете решить во вторник и в среду. Но самое главное не поддаваться отрицательным эмоциям стрельцы. Потому что когда луна в знаке зодиака рыбы, отрицательные эмоции остаются в нас надолго. Мы можем переживать вот этот негатив дольше, чем обычно. Несколько дней, а то и неделю. Поэтому самое главное все-таки смотреть на какие-то изменения в плане недвижимости в жилье с позитивной точки зрения. Ну и также могут прийти неожиданные решения важных проблем. Опять же, четвертый дом – это все, что связано с жильем. Может быть, вы не знали, стоит переезжать или нет. Правильно ли я выбрал или выбрал квартиру. Может быть, эта квартира принесет мне только убытки. Либо вы захотите продать участок, захотите продать или обменять квартиру. И вот какие-то решения придут к вам во вторник или в среду. И причем неожиданно по луне в рыбах. Также четвертый дом отвечает в женском гороскопе за сексуальную сторону жизни. Возможно, вы захотите что-то поменять в этой сфере. Или, может быть, вы захотите как-то обсудить то, что для вас важно с вашим партнером. Именно во вторник и в среду. Четверг и пятница. Луна переходит в знак зодиака Овин. Ваш пятый дом гороскопа. Во-первых, усиливаются родительские чувства. Пятый дом отвечает за детей. Поэтому смело в четверг и в пятницу вы сможете встретиться со своими детьми, если они уже взрослые, живут отдельно. И с ними провести время. Пригласить их в гости или самим съездить к ним в гости. Если они маленькие, уделите им время в четверг и в пятницу. Посоветуйте что-то. Или проявите заботу к ним. В четверг и в пятницу это будет прям очень важно. Пятый дом гороскопа отвечает еще и за спорт, за спортивные соревнования. Поэтому здесь Луна в Овне будет призывать вас к активности, к инициативности. Может быть, вы давно планировали, не знаю, взять абонемент в фитнес-зал, в спортзал. Или заняться спортом, которым вы занимались в прошлом. Здесь вы сможете заново себя как-то вдохновить, замотивировать. Вы сможете пойти и заняться спортом. Вы сможете пойти и начать прокачивать физически себя, если вы планировали. То эти два дня замечательные подходят стрельцы. Пятый дом еще это и флирты, это романы, это любовь. А когда Луна в знаке Зодиака Овен, мы хотим прямо здесь и прямо сейчас, чтобы нам признались в любви. Прямо здесь и прямо сейчас понять мы захотим, что чувствует наш партнер по отношению к нам. Чтобы он сказал правду, чтобы он раскрылся. Чтобы ваш любимый человек как-то дал какие-то знаки, чтобы вы поняли это. Что да, это взаимно. То есть вы захотите прямо узнать всю правду в четверг и в пятницу. Самое главное не брать партнера за грудки и не трясти его. Иначе точно ответ будет отрицательным. Пятый дом гороскопа это собственный бизнес. И здесь на первом плане могут вывести какие-то ваши личные интересы. Если у вас свой магазин или ресторан, то скорее всего вы будете в четверг и в пятницу отталкиваться от своих личных интересов. Не от интересов компании, не от интересов организации, ваших партнеров, а личных своих интересов. Вот какие-то могут быть такие нюансы. Пятый дом отвечает еще и за творчество, за хобби. И здесь, если вы чем-то таким занимаетесь, вы можете пропагандировать свое творчество. Вы можете выйти в массы. Вы можете показать всем, на что вы способны. Но одновременно с этим любая критика в ваш адрес по поводу вашего творчества может вас задеть. Поэтому самое главное не вспыхнуть, дорогие огненные стрельцы. В субботы и воскресенье луна переходит в знак зодиака Телец. Ваш шестой дом гороскопа захочется сэкономить. И сэкономить причем на своем здоровье, на своем лечении. Может быть вы будете сейчас искать какой-то препарат, аналог препарата, чтобы сэкономить деньги. И не факт, что этот аналог может вам подойти. Шестой дом отвечает за здоровье, отвечает за лечение. Может быть нужно сходить в клинику на консультацию к врачу. Но врач берет, к примеру, сейчас очень дорого. И придется искать другого врача, чтобы только сэкономить деньги. Могут быть такие мысли у вас в субботу и воскресенье. Я же советую вам на здоровье не экономить. Тут уже выбор за вами, дорогие стрельцы. Шестое дом отвечает за работу, за ваши обязанности прямые. И здесь вы можете словить вот эту лень, вот эту замедленность. От вас могут что-то требовать. Выйти на подработку, выйти на дополнительную смену. С кем-то поменяться, взять какую-то определенную обязанность на себя. Вы не захотите. У вас не будет сил. Вот прям вот лень. Не хочу с этим больше связываться. Не хочу сейчас брать на себя эту задачу. Вот прям как-то вы можете словить такое настроение в выходные дни. В принципе, это правильно. Потому что все-таки выходные созданы для того, чтобы отдыхать от работы. А не быть в пучине, так сказать, всех действий и событий. Поэтому здесь опять же все решать вам, дорогие стрельцы. Одновременно с этим проявляется нежность и ласка с нашей стороны, когда луна в тельце. Поэтому это хорошее время, чтобы устроить какой-то замечательный вечер с вашим партнером. Если вы в браке, замужем и в отношениях. Если вы одинокий стрелец, то ничего страшного. Не нужно теряться. Не нужно расстраиваться. Вы можете позвонить своим друзьям. Вы можете встретиться со своими родственниками. Вообще, по шестому дому еще также нужно уделить время домашним животным. Поэтому, если у вас они имеются, то обратите на них внимание. Может быть, им нужно что-то купить. Либо свозить к ветеринару. Тоже вполне возможно в субботу и воскресенье. Ну и также шестой дом отвечает за ремонт. Поэтому здесь вы можете приукрасить свой дом, если вы планировали. Что-то изменить, что-то купить. Но опять же, сэкономив на этом. На каком-то определенном предмете, какой-то вещи. Предметы интерьера, технику вы хотели купить. Вот что-то красивое. Потому что луна в тельце будет призывать нас к уюту, к такой комфортной обстановке. Мы захотим, может быть, просто передвинуть меньги. Или что-то выкинуть, что-то утилизировать, чтобы было комфортно находиться дома. Поэтому здесь я желаю вам удачи. Так сказать, собрать себя и понять. Выкидывать вещь или оставить, купить или все-таки сэкономить. Дорогие стрельцы, мне осталось пожелать вам удачи и крепкого здоровья. Все-таки на следующей неделе к здоровью нужно будет отнестись очень внимательно. Ну и также, не забывайте про вопросы, связанные с недвижимостью, с арендой жилья. Вы сможете их тоже решить на следующей неделе. Ну и уделите внимание детям, своему хобби, творчеству и прямым обязанностям. Возможно, от чего-то придется отказаться, чтобы лишний раз не нервничать. Спасибо большое всем за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы и новости, связанные с прогнозами. А также, этот канал поможет нам с вами не потеряться. Поэтому обязательно подписывайтесь. Еще раз, дорогие стрельцы, удачи вам на следующей неделе и крепкого здоровья. Решайте свои вопросы, проблемы по мере их поступления. Самое главное, беречь силы и нервы. Тогда все будет хорошо. Всем до свидания.